Всем привет! Днепр на связи. 30 июля, 16.30. Видите, как быстро все делают. А вы говорите, что ничего не делается в городе. О, какие дороги делают. А мужик все равно не хочет ходить по дорожкам. По-простому идет, как раньше. А мне нравится. Я иду, чувствую себя человеком. Ноги чистые, обувь чистая. Класс. Спасибо Филатову. Молодец. Такую дорожку делает. Классно. Ух, какая дорожка. Огонь. В общем, что, друзья, по обстановке. В принципе, тихо звучат иногда сигналы воздушной тревоги. Но продолжают накалять обстановку люди у власти, скажем так, определенной. И еще вчера вот эта новость везде. Россия уже готова нанести очередной массированный удар по территории Украины. Там выступал какой-то эксперт. Россия уже готова. Вот Россия нанесет. Вот Россия нанесет. Окей. Сегодня спикер вооруженных сил Плетенчук, обороны Юха, говорит, да, Россия уже готова нанести комбинированный удар. Три подводных лодки. Там что-то еще. Корабли. Уже ракеты на самолеты там привинтили, на клей взяли. Ну, типа, она стратегическая всякая авиация, которая летит и пускает ракеты. Ну, просто вот вопрос. Зачем? Люди и без того на нервах, на пределе. И вы долбите. Вы, те, кто должны хоть как-то что-то, да, регулировать, делать, чтобы людям стало легче как-то хоть немножко. Вы все равно долбите. Вы все равно говорите, а вот будет удар. Вот еще чуть-чуть, а вот уже удар. А вот уже Россия готова. А может вот сейчас, а может быть тогда. Ну, блин. Ну, будет-будет. Ваше дело какое? Дать сигнал воздушной тревоги и предупредить. Зачем это делать каждый день по 10 раз? Реально, чтобы давить на психику. Ладно, есть люди, кто на это не реагирует. А есть реально те, кто, блин, за сердце хватается. Кому плохо становится подобного. Из официальных источников слышат, что вот вас всех разбомбят, вот-вот. И опять же, скорее всего, по энергетической инфраструктуре опять вы будете без света. И людей это вгоняет в депрессию. Короче, задолбали. А в Харькове, друзья, вот-вот недавно поймали 18-летнего молодого человека, который ночью поджег автомобиль военных. Сказал, что обещали ему 400 тысяч гривен. Заплатили только 40. И заказ сделал какой-то неизвестный. Око за око, зуб за зуб, за грязу за три зуба. Ой, блин. Ой, дурдом, блин. Дурдом, солнечко. За грызу за три зуба. Грызы. Говорят, зубы попадают. Ой, боже, боже. На тебе, боже, шаменина, гоже. В общем, такое, друзья. Поймали пацана. Теперь ему грозит срок. Спрашиваю, зачем поджигал. Говорят, деньги надо. А напомню, что третья штурмовая заявила, что будет расстреливать подобных товарищей на месте без суда и следствия. Так что, будьте бдительны, осторожны, берегите себя. Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Субтитры создавал DimaTorzok